Заходим в импорт, импорт векторов, открываем наше плетение 2, открыть и вкладываем наше плетение вот здесь вот непосредственно в наш объект. Давайте вот так вот посерединке, правой клавишей на векторах, разгруппировать все, разгруппировали. Давайте вот эти вот наши вспомогательные элементы немножко отодвинем в сторону и приблизимся к нашему плетению. Давайте, рамка нам сейчас пока не нужна, значит вот эту рамку мы пока выделим и можем нажать на клавиатуре Ctrl-X вырезать. Выделяем наши вектора, сгруппировываем вектора, переходим к нашему мастеру плетения, вот он, выделяем то что у нас был и на нашей плетеночке в предыдущем разе и удаляем наш низ. И удалить участок снизу. Есть. Берем наше плетение, берем последним выделяем наш объект, заходим в плетение и задаем. Давайте где-то 60 градусов, 60 вот так вот сделаем, вот здесь переход сделаем где-то миллиметра 4, вот так вот, чтобы покрасивее оно было и нажимаем ОК. Смотрим, что у нас получилось, ну у нас получилась вот такая вот решетка, вот такая вот решетка, далее. У нас мы знаем, что наш объект располагается там в нашем буфере обменника данных. Давайте его приземлим, наш квадратик и разгруппировать вектора. И для того, чтобы мы сейчас будем создавать вот тут раму с сечением вот этих вот объектов, для того, чтобы у нас наш рельеф, вот мы сейчас посмотрим по низу, он плавно зашел вот сюда в раму, нам надо, чтобы он кусочками немножко не по самому краю касался, а чуть-чуть заходил в нашу раму. Для этого нам надо вот этому наружному контуру, вернее внутреннему разгруппированному рамку, создать немножко сечения вот сюда вовнутрь, не сечения, а обрамления и по нему обнулить снаружи, вот этому вот вектору чуть-чуть вот сюда снаружи задать, именно вот этому вот прямоугольничку. Для этого мы заходим в эффект смещения векторов, вот оно есть, и задаем пусть давайте, ну 1 миллиметр, вот здесь 1 миллиметр наружу смещения. Вот смещение нажали и мы увидели, что наш 1 миллиметр сместился наружу. А вот теперь по вот этому давайте объекту два раза щелкаем и обнулить снаружи, применить и закрыть. Давайте посмотрим в 3D что у нас произошло, то есть у нас произошло вот такое вот срезание объекта. Все, есть, давайте сделаем дальше вот таким макаром, то есть дальше рисуем вот эту вот, допустим, нашу раму. Давайте применим, она должна быть вообще по размеру нашей рамы непосредственно вот здесь, но можно, если у нас есть два объекта, между ними как раз заключится вот эта вот наша рама. Давайте ее немножко уменьшим, вот так вот сделаем немного меньше, посмотрим пусть она заходит от рамки до рамки. Вот здесь в правом углу видим, что ее длина 19,573 и высота 9,869, ну грубо 10 миллиметров. Далее заходим в эффект, вот она гладкая стыковка, здесь выбираем среди всех позиций выбранный вектор, задаем вот здесь 10 миллиметров, это высота наша. Но предварительно вам нужно было выделить последовательно вектора, то есть вот этот вектор, по которому мы обнуляли, можем удалить пока, он нам не нужен. Выделяем вот этот вектор, удерживаем shift, выделяем вот этот вектор, и последним с удержанием shift выделяем наше сечение. И вот сейчас мы не добавляем, а добавляем по наибольшей. Почему по наибольшей? Потому что у нас рамка сейчас будет пересекаться с нашим плетением. У нас должно пройти плавное пересечение рамы и нашей, вернее нашего плетения и нашей рамы. Если мы нажмем добавить, то наша рама начнет огибать наше плетение не очень эстетично. И нажимаем создать стыковку. Пошло выполнение эффекта. И вот наша рама, мы видим под низом она создалась. Закрываем и заходим в 3D и смотрим что.